В детстве, как и многие девчонки, Марина любила играть в куклы и шить им разные одежки. Маринины дочки всегда были красивые и нарядные. Девочка выросла, стала художником-педагогом, однако любовь к куклам осталась. Неудивительно, что именно в руки Марины Карповой недавно попала необычная кукла. Игрушке почти 80 лет, считают в районном музее. Сюда ее однажды подбросили, кто неизвестно, подкидыша бережно осмотрели и решили реставрировать. Процесс пошел, несмотря на то, что у нее был довольно-таки такой бедный, разбитый вид. Пальчики у нее были отбиты, вообще пальчиков не было. Ножка была у нее полностью вся отбита, черепная часть вся была разбита, полностью лицевая. Постепенно грунтуешь. Один грунт должен у него отводиться одно время, второй грунт, другое время. Ну, около полугода надо времени для того, чтобы качественная была просушка каждого слоя. Я к ней очень привыкла, мы с ней так срослись вместе. Моя прелесть, как я ее все время называла, потому что каждый раз, особенно когда какие-то этапы были, она у меня находилась в мастерской и всегда подходила, говорю, ну что, моя прелесть, в следующий раз будем этот этап выполнять. Прессованные опилки и масса из папье-маше. Основные материалы для красавицы куклы. Все экологически чисто и безопасно. Масляная краска также натурпродукт на основе льняного масла. Сама черепная часть из опилок прессованных. Здесь, значит, идет папье-маше, бумага прессованная, опять же, на основе козейного клея. Также композит использовался в обуви, да, в одежде, на конечности, вот, на ногах. Здесь, опять же, папье-маше используется и внутри каркасик из папье-маше бумажная. Вот, внутри он более мягкий каркасик, а здесь уже он более плотный, из многослойной бумаги. История композитных кукол берет свое начало на заре 20 века. Создавались они примерно с 1909 года. Пик приходился на 20-е и 40-е. Композитные куклы пришли на смену фарфоровым, красивым, но при этом хрупким. Производство игрушек было налажено в США, Германии, Франции. Выпускали их и в Советском Союзе. Форму, скорее всего, снимали с немецких, с западных форм ее сняли. Какая именно, ну, как бы, точная принадлежность к какому году, к какому заводу, это может определить только эксперт. И только по материалам, вот, ну, по ее конкретным опилкам. То есть там различается по материалам градация в временном промежутке, и, соответственно, у них разница тоже имеется. По подобным куклам, по подобным картинкам можно судить, что это выполнял завод, Ивановский сувенирный завод. Тематика тогда была дружба народов, сказочная тематика, мир, добро и позитивные образы. Причем образы делались исключительно профессиональными художниками. Это не современные игрушки, это именно тот образ, образ матери, образ сестры, женщины. Старый наряд куклы порядком поистрепался. Если к одежде внимательно присмотреться, можно понять, что она далеко не вся фабричная. Что-то, видимо, шито руками мамы маленькой хозяйки куклы. Не исключено, что гардероб собирался от разных игрушек. Так или иначе, но наряд для куклы явно требовался другой. И вскоре она его получила. Сняли, когда одежду, она настолько была хрупкой, вся рассыпалась по этим образцам. Я сняла выкройку, поискала ткань подобную, рюшечки, которые должны быть старинные, вязаные, такие вот кружево. Попыталась, конечно, приблизить к тому времени. Та шапочка, которая с ней была, но она уже с этим платьишком, конечно, не смотрелась, и пришлось придумать такую шляпку, аксессуар немножко другой. Волос выполняется, вообще, и раньше он выполнялся, да, у этих кукол, из натурального льна. Ну, это, как вот ее сейчас ее называют, паприя. Сзади у куклы есть такая вот у нас кнопочка. Пуговка, вернее, да, вот, которую ты дергаешь, и она еще издает звуки. Пока реставрация, однако, еще интереснее куклу создавать своими руками. И такая мечта у Марины Карповой есть. Не только свободного времени, но все обязательно случится. Игрушечный мир современных детей станет еще богаче. Ну, а маленькая прелестница ждет очередного подарка. Это будет кукольная коробка, в которой будет храниться уникальный музейный экспонат. Кукла будет находиться в фонде, и при любых выставках игрушек, либо новогодних каких-то выставок, детских выставок, мы будем ее выставлять на экспозицию. У нас еще есть пару кукол, и мы надеемся, что наш музей будет пополняться. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Евгений Еловенко, Ахтубинск ТВ.